Слушаете вы свое радио, надеюсь, в постоянном, привычном для себя уже режиме. И напомню, что по будням с 8 до 10 программа «Живые», куда приходят живые люди, живые музыканты, с которыми мы живо беседуем, и, понятное дело, дарят они нам свое творчество. Сегодня хочу предупредить сразу, если вы никогда ранее не слышали этот коллектив, этого человека, то я вас поздравляю. Это открытие, которое наверняка запомнится вам надолго, и это будет связано именно со своим радио. Мне лично это очень интересит. Если вы знаете, кто это и что он делает, и насколько потрясающе то, что происходит из-под пальцев, из глотки, по-другому не скажешь, этого человека, то вы сегодня получите удовольствие вдвойне, потому как наверняка уже готовы воспринимать все, что здесь сегодня будет твориться. Ну, традиция у нас есть, и традиция давнишняя. Сначала первое произведение, после этого я назову коллектив, представлю людей, и, понятное дело, познакомимся поближе. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Погнали! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 вне россии да обычно мы сейчас последнее время конечно в россии тоже обычно до этого было много по европе по америке вот именно поэтому мы коллектив хон хорту давным-давно пытаемся затащить в программу живые но никак не можем они все просто вот все в разъездах ради к время от времени заезжает в столицу по своим делам и я так понимаю мастер-классы по горловому пению да и какие-то концерты с челомой например а остальные соратники они как-то все домой к себе к себе за полгода соскучились естественно но мы рады хотя бы уже тому что радик с челомой сегодня здесь с этим замечательным проектом надо вот о чем сразу наверное сказать инструменты сугубо ну помимо понятное дело гребселевского баса сугубо аутентичные это инструменты которые делаются на родине в туве да ты можешь рассказывать потихонечку да вот и сейчас играл на инструменте смычком смычковом инструменте можешь показать что это как это называется называется этот инструмент базанчи 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 имеет такую очень такой своеобразную форму я бы сказал и смычок влеплен туда я так понимаю он продет между четырьмя струнами два смычка из двоины все получается двоины струны и двоины смычка то есть да 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 получается так и кожа здесь у меня змеи на это обычно ставят дикого горного козла у тебя жалко козлов ты гринписовец я знаю ну да а змей не жалко тоже жалко дерево у него это сибирской сибирская лиственница очень крепкая порода почему ее и ставят она очень хорошо звук проводит и здесь береза стоит у меня вот она на корпусе сама говорится у тебя береза обычно 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 тоже без тоже лиственница лиственница мастер решил поэкспериментировать стал ставить поставил мне у меня березу что я поставил ну нормально принципе нормально все звучит и я не жалуюсь хотя сейчас не заказал другой инструмент нет тому же мастеру так и он должен сделать мне из лиственницы все уже посмотрим какой там будет но несколько сказать хочу что радик сегодня с собой не один инструмент и поэтому естественно об этом отдельно будем немножечко говорить потому что это важно важно друзья мои знать свою родину и музыку родную российскую потому как тува понятное дело часть россии матушки великой как называлась первое танцевальное практически произведение которое сейчас по челама называется на камным черту я у я все понял сразу это песня о родине песни о красоте о природе красоте и там аллегория между красотой природы красотой девушки и о коне конечно что но как без коней то девушка и без коня не как-то как перевести название которые сейчас к кормным черту это заглавное это строчка это чья земля это и земля такая красивая и чья девушка чая же дочь такая красивая чей ей же конь чей же конь такой такой красивый смощный и стремительные стремительный конь то вот меня всегда радовала biraz землю на двух словах просто буквально всегда радовала как люди живущие вот как вам удается Я в данном случае имею в виду народы Севера, Сибири, тувинцам, сохранять все-таки свою культуру. Мне сейчас трудно себе представить, что русский человек, не знаю, после того, как получит большой приз или премию, я не знаю что, подарок, он кинется танцевать в присяточку барыню, например. Кавказцы, они лезгинку начнут плясать. Наверняка ты что-нибудь споешь на своем языке или порадуешься как-то по-своему. А у русских, я имею в виду, почему-то эта история потерялась. Как-то все русские уже под Европу. Тувинцы нет. Тувинцы хранят свои традиции. Как так получается? Да я бы не сказал, что все там, под Европу. Я думаю, что каждый человек индивидуален. И у нас тоже есть тувинцы, которые могут не знать своего языка или свою культуру. Так бывает. Ну это, конечно, это же цивилизация сейчас вот такая сейчас стала. И тут задача, конечно, музыки, культуры привлечь внимание не только других народов, других культур, а своих собственных тоже. Почему и студенты наши, когда уезжают учиться за пределы республики, некоторые в городе родились и язык плохо знают. Они потом понимают, что вот в этом есть вся прелесть. То, что они, вот такая кровь у них, что они вот так родились. И начинается уже обратный процесс. То есть и начинается... Возврачка такая. Во-первых, поставят сразу диск в Курту или там старых мастеров наших, и все начинается. И потом начинают плакать или там писать письма, что вот мы все забыли, пропустили. Я говорю, да ничего страшного вообще. Смотрите, слушайте, и это все у вас в крови, в генетиках заработка. Да, это правда. Я когда слышу 7.40, тоже почему-то начинаю приплясывать. Хотя ни языка не знаю, ни культуры толком. Как-то так кровь она зовет. Давайте дальше. А вот ты сейчас взял новый инструмент для зрителей наших, которые смотрят эфир картинки. Инструмент называется ИГИЛ. Это долгая история, возникновение этого инструмента, красивая, легенда о нем есть. ИГИЛ это в древне-туньевском языке ЭГИЛ, это возвращение, или возвращайся, или что-то из этого рода. Но я потом расскажу, как оно возникало, это название, да. Ну, видите, это такая трапециевидная форма, опять же кожа. Ну, здесь уже горного козла, уже стоит форма. Такий козел. Да. Десятница, опять же, да. Ну, и конь. А конь-то зачем? Конь, это уже название, от легендного возникновения, что все произошло от коня. Что, ну, струны здесь должны быть, у меня нейлоны стоят, потому что они крепче. Но обычно ставили раньше хвост, волос коня, смычок-то так же. Конский. Да. То есть все взято по этой... От природы. Да. Природа от коня. Как будет называться следующая песня? Следующая песня называется «Ужур-Лабар», песня о дружбе, песня о силе духа людей, друзей и, опять же, о красоте природы. То, что окружало и окружает кочевника всю жизнь. Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые». Здесь сегодня проект «Чалама» ради Катюлюш. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну так ты начал с таких вещей, что же Мне осталось только понятно, что выводы делать рано Скажи, пожалуйста, ну с одной стороны я понимаю, почему музыканты делают несколько параллельных проектов Для тебя чалама это что? Я где-то читал, что чалама это некая молитва на языке тувинском Ну чалама вообще вообще имеет древние корни, оно означает вообще по отношению к природе, по отношению к предкам в виде таких цветных ленточек, которые повязаны на таких священных местах, как перевалы большие или такие священные деревья бывают. Ну обычно этим занимаются люди, которые... Обычные тоже люди этим занимаются, обычный обыватель, но в основном это шаманы, либо люди, которые связаны с таким потусторонним миром. И просто когда альбом вышел, мой сольный, который называется чалама, тоже одноименный, я просто решил, что это будет мое подношение к мировому дереву культурному, ну к всемирному имеется в виду, от лица моих предков, от лица от лица тувинцев, то есть такое подношение некое. И в дальнейшем просто возник проект, который я с Геннадием вместе у него дома, когда придумывали... С пауком, я понял. Да, и мы это все делали у него дома. И это такая очень хорошая, длинная такая история, которую Гена потом может рассказать. Вот интересно, конечно, простите, что перебил. Вот интересно, когда проект тувинского мастера горлового пения, тувинского музыканта, а поддерживают его два не-тувинца, мягко скажем. Я, понятное дело, Геннадий сейчас оттуда вряд ли из этой паутины проводов вытянул. И Гребстер говорить не очень любит. Поэтому я, да, он кивает, соглашается. Поэтому я тебя спрашиваю, как ты их соблазнил-то на эту историю? Ну, идея возникла, витала в воздухе уже давно, когда мы с Геннадий вместе в проекте «Малярия», с Конкуртуэ, это такой проект был раньше. И Гена там принимал участие. Соответственно, человек... Как таблист? Нет, он тогда был... Скрипач. На скрипке, на гитаре, да, Геннадий. На гитаре он играл тогда. То есть, смотри, мультиинструменты? Он на многие инструменты играет. И у нас возникла тогда идея, что соединить что-то, на первый взгляд, несоединяемое. Это индийская традиция, табла или скрипка индийская, да, и туинское горловое пение. Но в итоге оказалось, что вот такие инструменты кожаные и деревянные структуры имеют общее с туинскими инструментами. Соответственно, ритмически тоже очень подходит в это все. Ну, и Гена сам последний человек, который очень любит среднеазиатскую музыку, турецкую музыку. И давно этим занимается. Соответственно, он очень открытый. А Гребстиль, он человек, который тоже очень универсальный. У него очень много... Гребстиль это не человек, Гребстиль это машина. Машина. Творческая, большая, огромная машина. Когда говоришь о Гребстиле, любой музыкант в России... О, ну, это же Гребстиль. Это сейчас он засмущался, конечно, но это правда. Я вообще считаю, что ваш союз это потрясающая история. Слушай, у меня к тебе вот какой вопрос. Может быть, немножко нагловатый будет. Но, тем не менее, я до сих пор не могу забыть ту историю, которая была еще на маяке, когда ты к нам приходил. Да, да. Когда ты играл на Варгане и одновременно с этим пел свои невероятные вот эти вещи горловым пением. Ты сегодня эту штуку не заготовил для того, чтобы показать? Я могу отдельно ее послесполнить, но в Чаломе... Не-не-не, это, братцы, я сейчас просто хочу сказать всем тем, кто этого никогда не слышал. У меня тогда глаза выползли из орбит, когда я это увидел и услышал. Во-первых, людей с периферийным дыханием я вообще в своей жизни лично не встречал. Чтобы было понятно, периферийное дыхание, это когда человек одновременно вдыхает и выдыхает. Попробуйте, если у вас получится, то у вас, возможно, будущее Кенни-Джи или Ради Катюлюша. Потому как это для организма человека несвойственная история. Но то, что он вытворяет с этой историей, с этой штукой, с Варганом и голосом, это невероятно. А когда ты можешь это показать? Чуть позже. Чуть позже. Давай не забудем об этом, потому что это очень важно. Это надо слышать и это надо видеть. Я говорю всем, ух ты, посмотри, как ты меня своим приходом сбил с толку. Я даже забыл сказать за полчаса программы, как с нами связываться. Извини, 4647, это короткий номер для смс-квашек. 4647. Сначала пишите свои, пробел, а дальше уже все, что хотели бы адресовать группе сегодняшней. Либо эмоциями поделиться, может быть, вопросы какие-то задать. Официальная группа ВКонтакте, она для вас, естественно, работает. И, понятное дело, там уже давно лежит анонс. В этом анонсе название коллектива выделено синем. Это значит, клюкаете и оказываетесь у них в сообществе. Собственно, это очень важно. Вступая в сообщество, вы получаете информацию об их передвижениях, альбомах, которые... Мы поговорим об альбомах тоже, да? Поговорим об альбомах? Да. О концертах получаете в первую очередь, в первую голову. Как нас видеть? Зайдите на сайт своего радио, своерадио.фм. Там сверху вы увидите плеер. В плеере слева онлайн-аудио. Это просто, чтобы слушать. А справа онлайн-видео. Это, понятное дело, для того, чтобы смотреть. Посмотреть есть на что. И на инструменты, и на то, как это всё делается, как это всё происходит. Это, на самом деле, удивительно красиво. Дальше что у нас будет? Дальше будет песня. Называется она «Хуэмим». Это о стилях туинских горлового пения. И оно в виде такой песни. И ещё, соответственно, там показывается красота этого стиля. Разных трёх стилей, которые там есть. И «Хуэмим» песня такая. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня проект «Чалама». Радик Челюш. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 космос какой-то, прям никаких слов. Ну, то есть восхищения сплошные. Люди, может быть, не очень часто... Вот как это, кстати, странно. Согласись. Давай вот вспомним, откатимся чуточку назад. Многие ругают сейчас советское время, там, цензура, шманзура и так далее. А все-таки по центральным телеканалам показывали время от времени национальные коллективы. Березка наша там все ходила туда-сюда. Красиво, девочки в длинных платьях. Танцы, я тебе скажу, даже я так умею, но красиво. Ну, правда? Русское народное творчество. Масса была всяких коллективов национальных из разных республик. Понятное дело, что всем тогдашним молодым людям хотелось депепла с Пинк-Флойдом, да? Но все же это было. Я, наверное, до сих пор еще чувствую те времена, я как-то близок ко всему тому, что является корневой культурой не моего славянского народа, а вот россиян, да? Тувинское все равно свое. Вот сейчас, наверное, потеряно это все? Или ты думаешь, все-таки возрождение всему этому еще будет? Да, я бы сказал, что ну, очень сложно сейчас что-то говорить о том, что все-таки настала эра. Эра другая совсем, да? И цифровая вот эта, как сказать, глобализация, она стерла все границы, какие были. Раньше хоть как-то можно уловить, можно было какие-то уже границы между тем стилем, этим стилем. Но сейчас, посмотрите, все перемешалось настолько просто, что невозможно что угадать. Хотя есть прямо любители отдельных стилей, отдельных вот этих... Да, особая категория русско-рокеров, это страшная категория. Нет, я не проник. Ну да, да, не надо проник. И нет, ну, есть люди, которые занимаются, есть люди, которые это слушают. А нет ощущения, что их становится больше? Я к чему спрашиваю? Ну, я думаю, что вообще, я как музыкант, который в этом все варится, в этом соку, и думаю, что может, слушатели есть, те, которые просто меломаны, которые не исполняют ничего. Ну, у музыкантов здесь по-другому. Меня лично глужит, правда, глужит, и даже внутренне иногда бесит понимание того, что Телюша Радика знают в Штатах лучше, чем в России и Матушке. Знают в Европе лучше, чем на родине, в стране. Ну, понятно, что туинцы, понятно, знают. Для них герой, естественно. Ну, вот как такое может быть? Почему российское родное Министерство культуры не делает ничего возможного и главное для себя продвижение культуры в массы? Почему этого не происходит, скажем? Ну, нет. На самом деле, сейчас в последнее время больше стали обращать на свои вот эти культурные ценности больше, чем, ну, не знаю, раньше я не знал, в 70-х, там, в 60-х годах тоже, наверное. Я тоже плохо помню. Вот сейчас думаю, что, в принципе, есть такие интересные такие иногда бывают предложения для Хунг-Курту, и иногда мы уступаем на правительственных концертах бывают. На закрытых, естественно. Да нет, почему? В Кремле выступали ну, я же говорю закрытые. Года 4 назад. Так что, я думаю, что, ну, и... Премьер спал под вас, нет? Не знаю. Ну, любят просто. Не, ну, все было нормально, в принципе, я, сказать, не так прямо думаю, что, по крайней мере, вот эти границы, то, что было раньше, закрыто. Нет, ты не понял, просто, когда премьер спит под кого-то, это комплимент. А, не знаю. Значит, ему нравится. Его успокаивает. Многие спят на самом деле. Значит, много комплиментов. Когда приезжаешь, например, в те страны, где очень серьезно стоит вопрос свободного времени, например, в Японии, там весь зал спал просто сидел. Я не знаю, мы думали... Потом стали, стали аплодировать. Да. Мы не знали сначала, что это такое, но потом, когда подумали над этим, мы просто поняли, что людей просто отпускают, то, что у них целый день держалось. Они не спят, потому что им скучно, они спят, потому что они отдыхают. Прямо спят, страшно, прямо храпят, он падает. То есть, если вы услышите в эфире храп, мой храп, вы не пугайтесь, это не потому, что мне неинтересно, а просто меня так это разморило и успокоило. Вам это не грозит. Сегодня, напомню, здесь проект Чалама и Радик Тюлюш. Человек, когда он вошел в студию и представился, да, Михаил Шкоренков, наш звукорежиссер, кстати сказать, звукорежиссер программы «Живые», и представился Миша, дескать, Радик, я говорю, просто гений. Зачем имя называть? Ну, совершенно очевидно, гений, и все. Надо делать что-то дальше. Может быть, сейчас вот эту штуку покажешь, нет? Мне для этого надо выйти. Куда? За этим инструментом. А он далеко? Нет. Он там около... Ладно, хорошо, тогда выйдем в паузе. Тогда я поддержу эту интригу, после перерывчика вернемся в студию. Радик покажет нечто, что меня в шок в свое время просто вбомбило так, что потом долго-долго выбирался. Правда, я вспоминаю об этом до сих пор. Два года назад больше, два с половиной года назад это было, а эту историю рассказываю всем с восторгом, как будто бы это было вчера. Такого? Ну, правда, я лично никогда живем... Это как, наверное, ребенок, который увидел фокус с отрыванием пальца в первый раз в своей жизни. И посмотрит потом на папу, который показал, как на героя практически. Для тебя-то это ерунда, то, что ты делаешь. Это естественный процесс. А вот для людей неподготовленных это действительно сродни шоку. Так, добрый вечер. Прослушал заглавную песню. Решил, что для проформы послушаю полчасика и пойду мыться, бриться, убираться, пишет Александр Еременко. Послушал, затянуло. Эйфория, умиротворение, круто. В общем, от себя добавлю, Александр сегодня немытый, небритый и не убранный. Ну вот как-то так. Иногда действительно музыка заставляет людей слегка притормаживать, останавливать свой ритм. И это хорошо. Что будет дальше? Дальше будет песня «Бай тайга». В переводе это «Богатая тайга». «Бай» — это «богатая», да? Ах, вот откуда «бай»-то у нас. Да, «бай тайга». Типа «богатый феодал». Типа «бай». Тюркское слово. Тюркское слово-то. А чего делает оно в тувинском языке? Тувинский язык — это один из древних ответвлений тюркского языка. То есть тюркское наречие получается. Да. Это тоже интересно. Вот. И песня о горах, о тайге, которые находятся на западе Туы. Это граница с Алтаем. Есть там такая тайга, большая-большая тайга, называется она, так и называется, «бай тайга». И там в песне поется о, конечно же, о красоте этих мест, о песне охотника, который видит эту тайгу как мать свою и кормилицу, да? То есть много стада, стад, как сказать, людей, которые приезжают туда и остаются там дичь. Ну, то есть все, что связано с жизнью кочевника, жизнью охотника, то есть восхваление природы. Ну, я просто понимаю, что в песнях тувинцев все восхваление родной земли практически всегда об этом. Ну, да, как и в других народах тоже. Это правильно. Послушаешь, это все берет оттуда начало. А попса все про трусы, да про себя. Вот она, где культура-то наша. Все же возвращаемся. Проект Челома, напомню, Радик Телюш. Живой звук в программе «Живые». Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 расслабиться. Миша переживал, потому что Челома — это подопечный, в общем-то, Володя Губатова, а это один из лучших звукорежиссёров России. Миша, когда узнал, что ему сегодня придётся работать, сказал, что ссыкотно на работу выходить. Ничего-ничего, всё в порядке. Губатов одобрил, значит, всё в порядке, всё звучит замечательно. У нас ещё есть одна песня в этом часе, надо бы её тоже спеть. Сколько она, примерно, по времени скажешь? Минут пять, наверное, да? Следующая песня? Да. Ну, чтобы мы песни закончили час и ушли на паузу. Я просто не хочу потом... Не больше пяти. Окей, тогда ещё буквально сообщение одно прочитаю, после чего мы этот час завершим. Ещё одна красивейшая вещь. Значит, Руслан Ильинов пишет. Кстати, замечательное сообщение. Вот если бы мне кто-нибудь вчера сказал, что я буду слушать тувинское горловое пение и получать от этого невероятное удовольствие, тому бы я сам покрутил пальцем у виска. Но сегодня я полностью и безоговорочно поражён. Спасибо за такую волшебную музыку. Ну, вам спасибо. Ну, вот ты и сталкивался же наверняка с тем, что люди, ну, может быть, случайно попадающие на концерт, ну, всяко бывает, с кем-то за компанию, и идя туда, ну, просто, ну, мало, что такое тувинское горловое пение. Мы же привыкли с детства, что, ну, ну, и всё, да? Но когда это всё вот в этом обрамлении звучит, конечно, гениально. Было такое, когда человек пришёл просто так, случайно, а уходил уже, и руку жал, и на плече лежал, и не мог оторваться, и звал кофе попить, чаю, да познакомиться, да пообщаться? Да, да, не раз. Ты понимаешь, что происходит? Как же всё-таки действительно красота национальной культуры, она вяжет людей, вяжет их и привязывает к земле ближе. Давай дальше. Последнюю песню этого часа споём, потом мы идём на паузу. Она нам сейчас нужна, потому что без паузы это, мне кажется, сложно воспринимать, иначе расплывёмся все здесь. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Напомню, проект «Чалама» и «Радик Телюш». «Радик Телюш». «Радик Телюш». «Радик Телюш» «Радик Телюш». «Радик Телюш» КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok И сегодня, если кто-то это прослушает Мы договорились с Радиком Радик, человек, ну, мужчина, настоящий мужчина Он обещал, он покажет Вот сейчас, я полагаю Вам стоило бы даже, вероятнее всего, переключиться на видеокартинку Напомню, что переключение, ну, собственно, подключиться к видео Можно на сайте Там сверху есть плеер В плеере онлайн аудио слева, онлайн видео справа Надо смотреть, потому что я в прошлый раз Даже, извините за прямую речь, в рот заглядывал Я не мог поверить, что я слышу реально то, что я слышу И думается мне, что с вами случится сейчас то же самое Катарсис практически в прямом эфире Итак, Радик Тюлюш И демонстрация возможностей горлового пения Совместно с Варганом Это то самое периферийное дыхание Как я говорил, невероятная история Поехали Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Представьте мое состояние Когда я в свое время это увидел в первый раз Я реально заглядывал ему в рот Я реально пытался понять Насколько А я же точно знал, что он пришел Тогда ты приходил один С инструментами Один без сопровождения Без всяких примочек И я все искал под столом И где? Где стоит скрытая примочка Ну не может человек одновременно играть В органе и петь не просто А еще и слова и текст Ведь там же все звучит как надо Это нереально Многие ли это умеют делать В стране, в мире? Не знаю Я это услышал, например, от старых мастеров От совсем-совсем старых Да, давно это на виниле еще Они записывались вот эти мастера А вот на генерале они, конечно Редко В живьем И редко можно увидеть это все Лишь на таких сборных, больших концертах Такого республиканского масштаба Но наверняка это умеют делать немногие Не, ну есть люди, которые этим занимаются Ну понятно, что есть Но совсем немногие Ну не знаю Скромный какой? Я сейчас не могу сказать Ну понятно Скромный чей-то Да нет, не скромный Реально просто Это надо просто сидеть Надо этим просто работать Но как работать, если у человека нет периферийного вдыхания? Я не умею одновременно вдыхать и выдыхать У меня не получается У меня там перемычка, как у любого нормального человека, перекрывается и все Как этого добиться? Как научить перемычку Там в гортане Открываться в тот момент, когда мне это надо? Я хочу вот и хочу дышать, не переставая Вдыхать и выдыхать по кругу Абсолютно не думая об этом Как этого добиться? Не думать надо идти Так я если не буду думать, я помру Ну потом можно Потом уже можно Восстать Браво Зато будешь играть Короче, все это все в жизни Хороший совет, добрый такой Спасибо, Радик Я ждал от тебя чего-нибудь подобного Ну да, давайте теперь по программе Что будет дальше? По программе я хочу Представить Три разных стиля горлового пения Без инструментов Акапельно Чтобы Можно было понять Красоту Именно вот Различных стилей Тувинского горлового пения И первый стиль Который я Исполнен Называется Хоумей Это такой Основной Стиль Тувинского горлового пения И без этого Базисного стиля Как бы Другие стили Они Не могут существовать Я сейчас представлю Хоумей Поехали Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я предупреждаю всех профессиональных певцов, горловых певцов, об этом свойствах. Ну, а тех любителей, кто занимается, это как любительское. Это, наоборот, дает объем легких, у него становится больше. И за счет этого у нас больше кислорода в организме, натренированность. Понятно, это был первый стиль. Этот стиль называется хумий, да. Теперь дальше? Дальше сыгыт, это высокий стиль. Поехали. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok В Культурном Центре Дом Субтитры создавал DimaTorzok 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 и делает, опять же, аллегории между природой, между ее красотой и красотой природой, в которой он шьет. Даже забывает о том табуне, который он оставил постиси. Настолько все, голова у него забита. Даже о лошадях забыл. И песня вот такая. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Проект «Чалама» ради «Ктюлюш». Поехали. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 номер для смс к ваших сначала свои пробел а дальше естественно уже все что хотели бы сказать на предмет услышанного вами сегодня это могут быть эмоции могут быть вопросы делитесь всем эмоций сегодня правда много есть ощущение что за сегодняшнюю программу люди выплеснут свои эмоции на неделю вперед но все-таки не торопитесь еще впереди четыре дня программа живые там тоже будет кое-что любопытное ради как кроме концерта завтрашнего какие еще есть в ближайшей перспективе но мы после после завтрашнего концерта поедем город алмата казахстан и у нас там будет большой фестиваль называется он spirit of tengri и там очень много будет команд со всего мира это международный фестиваль и мы очень рады что они нас тоже пригласили и будем стараться сделать все возможно чтобы людям доставить радость показать наше творчество показать наш проект и потом мы вернемся в россию и уже 4 июля у нас будет в подольске фестиваль музыка над рекой с этим же составом в алматы завтра алматы и завтра еще мы будем с виде инсталляции еще от алексея чай большой такой красивый такой экран будет у сзади нас которым будет происходить такое некое действие который будет сочетаться с нашими всех лучших собрал всех лучших с нашей музыкой виде видео от алексея так что ну и губатов нам будет помогать опять же всех лучших собрал здесь никак нельзя так понятно вот андрей архив спрашивает а питер где питер а я а мне а у меня когда спитер-то но в питере пока у нас не сложилось мы каждый раз когда пытаемся сделать что-то в питер у нас что-то нам мешает точно надо что-то или кто-то ну и то и другое скорее всего что нам придется делать некий молебен наверно на сторону чтобы их не духе пустили нас но молебен добрый то есть я так понимаю я же на молнию на них ты накликать не будешь прощение какое-то вопросе вопрощение чтобы нас пустили в те земли а что ни разу не были в питере в питере нет я я там часто бываю вот не про вот с концертом с проекта не ни разу а можешь назвать города в штатах которых побывал хунхурту и челома может быть и ты сам штатах неожиданный вопрос почему но ты не помнишь города в которых бывали вспомнить сложно много ну много потому что там но там же по штатам грифчик говорит вам очень много Очень много. А в Питере... Вот я к чему? А в Питере ни разу. Вот я сейчас просто вопрошаю у тех людей, от которых это зависит на самом деле. Господа хорошие, а вам не совестно, что янки знают о Тюлюше больше, чем вторая столица российская? Культурная, мультурная. Я сейчас в промежутках нецензурно выражаюсь, но не могу этого в эфир. Столица России. Ну как такое вообще может быть? Вообще, как все это может происходить? Я не очень понимаю. И спасибо, что ты сегодня к нам вот так с ребятами забежал. Спасибо большое. Спасибо вам, что вы приехали на самом деле. Нам-то за что. Там мы же гордимся тем, что ты сюда пришел. Ты что? Да нет. Ответное, ответное спасибо. Спасибо вам, что у вас есть такие люди. Давай, дорогой, пей дальше, а то, я боюсь, мы не успеем. Что это будет? Агитатор сперва. Ну, кстати, народ спрашивал, о чем поется в агитаторе. Расскажи. Да? Да. Песня, ну, как вы знаете, то есть поняли по названию, это песня о человеке, который агитирует народ. Тогда это революционная была Тува, и агитация шла о коммунизме, о социализме, о колхозах, совхозах. Но я делаю упор всегда на то, что агитатор – это некий человек. Это, по нынешним вероятам, супергерой, который ездит в снежную зиму и в зной на лошади. И идея людей пытается… Как он думал, что хорошей жизни. А в этом слове нет ничего революционного, потому что Иисус Христос тоже агитатор, на секундочку. Любой человек, который ведет за собой, он уже агитатор. Ну, понятно. Я почему и говорю. Просто песня-то революционная, и, соответственно, там подоплека-то агитационная. Агитационная советская. Понятно. Хорошо. Ну, зато красивая. Зато красивая. Почему я пойму? Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня Чалама и Радик Телюш. Поехали. Поехали. Продолжение следует. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Тех, кто работает здесь на своем радио Мы безмерно счастливы, что Ты сегодня с Чаломой побывал у нас В гостях. Это красный день календаря Для нас, правда. Спасибо огромное Всем до завтра, будьте здоровы А пока еще у вас есть возможность Помедитировать вместе с Радиком Тюльнушем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok